Тугра – каллиграфическая монограмма, печать и личная подпись правителей таких тюркских государств, как Османская, Каджарская, Сефивитская империи, Казанская и Крымская ханств. Но что интересно, тугры использовали также и правители, находившиеся исторически под влиянием тюркских империй, к примеру, таких как цари и императоры России. Перед вами тугра османского султана Архана I 1326 года, а это тугра крымского хана Сахиб Гирея 1549 года. Здесь мы видим тугру последнего крымского хана Шахин Гирея 1781 года, пока ничего необычного вы скажете, и будете правы, давайте теперь перейдем к тем туграм, которых вы никогда не видели ни в книгах, ни в учебниках. Перед вами тугра русского царя Михаила Федоровича Романова 1620 года, грамота о дружбе Махаббат-наме царя Михаила Федоровича крымскому хану Бахадыр Гирею. Здесь тугра царей Петра и Ивана Алексеевичей 1695 года. Грамота о дружбе Махаббат-наме. Вы спросите, зачем нужны были тюркские тугры русским царям и императорам. Все мы слышали о таком российском историческом понятии, как русско-турецкие войны. Для поднятия национального духа среднестатистического россиянина придумано историческое клише о череде русско-турецких войн, в большинстве которых естественно якобы одержала победу Россия. Простому обывателю далекому от истории все весьма просто. Раз называется русско-турецкая война, значит воевали один на один Турция против России. На это примитивное мнение и рассчитывает пропаганда России. Против Турции всегда воевала коалиция европейских государств, к примеру, страны Антанты или Священные Лиги. Но в большинстве случаев Российская империя воевала против Турции в союзе с Австрийской империей. Все мы помним, что Российская империя по факту два века управляла немецкая династия Гольштейнга-Турбских. А знаете ли вы за что воевала Россия в союзе с Австрией против Турции? За независимость Московии от тюрок. Именно по факту заключения Константинопольского мира 1700 года Россия переставала выплачивать дань крымскому ханству. Московия, а потом Россия ведя сотни лет при помощи европейских христианских держав войны с Турцией, Крымским, Казанским, Астраханским, Казахскими ханствами вели переписку с тюрками на тюркском языке и подписывали письма туграми. Этой дипломатической истории посвящен труд российского историка Федора Ложкова 1891 года. На странице 202 мы видим письмо от 27 февраля 1692 года от царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича к крымскому хану Саадет Гирею. К нам великим государям к нашему царскому величеству писал ваше ханово величество. Вы учинили думу и приговорили с нами великими государями быть в миру. И мы наше царское величие то ваше ханово величество объявление приемлем в любви и потому с султаном турецким и хановым величеством в дружбе и в любви с крымским юртом в миру быть. Итого ради мы великие государи наше царское величество послали к вашему ханово величеству сею любительную грамоту с нашим гонцом Василием Айтемировым, и на каковых статьях между нашим царским величеством и султаном турецким и вашим ханским величеством мирному договору быть. Далее в письме перечисляются 8 статей согласно которых русские цари видят мир. Нам интересна статья за номером 4. А то что у великих государей у их царского величества с крымским ханом бывали размены и посылалась в Крым годовая казна по росписи и тому впредь не быть и отставить то вовсе. На указанных статьях стоит виза думного дьяка с указанием. Слушав статьи великих государей, указали и бояре приговаривали эти статьи написать на тюркском языке и послать гонцом к крымскому хану. А теперь вернемся к тому с чего начинали. Для чего нужны были русским царям тюркские печати Тугры. Московия, а впоследствии и Россия сотнями лет пребывая в тюркской господствующей культуре имела многие атрибуты жизни схожие с тюркскими государствами. Тюркское влияние было настолько сильным, что даже освободившись от выплаты дани тюркам в июле 1700 года и объявив Российскую империю в 1721 году Петр I подписывал документы в переписке с тюрками Тугрой на основе тюркского языка. На ваших экранах Тугры Петра I 1722 года. Текст Тугра на тюркском языке. Петр Великий Сын Алексеевич. Султан Северных Стран и Каган Морей. Вот еще одна Тугра императора Петра I. 1722 года. Печатный текст на тюркском языке. Петр I, сын Алексея, падишах русский. Петр I последний русский царь, плативший дань тюркам, но он не был последним, кто использовал в подписи тюркскую Тугру. Перед вами Тугра императора Александра I немецкой династии Гольштейн-Готурбских. 1828 года. Текст Тугра на тюркском языке гласит, Александр Павлович, император России, всегда побеждающий. А это Тугра 1830 года императора России Николая I. Текст Тугра на тюркском языке гласит, Николай Павлович, император России, всегда побеждающий. Критики спросят, а при чем здесь казахи? Династия крымских ханов-гиреев, которым сотни лет платила дань Московия и Россия были потомками хана Золотой Орды Жоши, сами же тюрки крымского ханства говорили на копчакском тюркском наречии. И напоследок помните, ни в одной так называемой русско-турецкой войне Россия не воевала один на один против Турции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Россия платила дань крымскому ханству вплоть до начала 18 века. В 1692 году царь Петр I отчитывался крымскому хану Саадат-Гирею, что регулярно посылает годовую казну в Бахчисарай, но в то же время просил того об отмене такой практики. Федор Ложков. Памятники дипломатических сношений крымского ханства с московским государством в 16 и 17 веках, Московский главный архив Министерства иностранных дел. Симферополь, 1891, номер 70, страница 205. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok